Привет! В этом видео начнём писать наше приложение. Нам потребуется две таблицы для категории и задачи. В таблице категории будет два столбца, а именно ID – идентификатор записи и Name – название категории. В таблице задачи следующие столбцы – ID – идентификатор записи, текст – текст задачи, done – выполнена задача или нет, created add – дата и время создания, updated add – дата и время обновления, end date – дата и время окончания задачи, category – к какой категории относится задача. Перейдём к настройке базы данных. По умолчанию Masonite использует SQLite. Если вы хотите использовать другую базу данных, вы можете изменить параметры, которые начинаются с db в файле .inv. Для запуска MySQL или Postgres вам нужно будет настроить эти базы данных. Теперь создадим миграции. Миграции используются для создания и изменения таблиц базы данных. Это делается с помощью файлов миграции и класса схема. Файлы миграции на самом деле являются просто оболочками для класса схема, а также способом для Masonite управлять тем, какие миграции были запущены, а какие нет. Обратите внимание, название таблиц мы должны указывать во множественном числе. Создадим миграцию для таблицы категории. Для создания файла миграции выполните команду python-craft-migration-create-categories-table с флагом create и параметром categories. Рассмотрим эту команду подробнее. Migration – это команда создания файла миграции. Create-categories-table – это часть названия файла миграции. Create – этот флаг указывает, что мы создаем новую таблицу. Categories – и есть название таблицы. Откройте файл create-categories-table.py в директории databases.migration. Данная строка – это дата и номер, которые сгенерировались автоматически. Рассмотрим созданный файл подробнее. Метод down служит для отмены миграции. В методе up внутри оператора with мы описываем таблицу. Table increments описывает столбец id – целое число, не допускающее значение null с автоинкрементом. Table timestamps создает столбцы createdAt и updatedAt в таблице и по умолчанию использует текущее время. Добавим столбец name для нашей категории. Для того, чтобы указать тип данных, который может храниться в столбце, используем методы table. Каждый метод представляет собой нужный тип. Метод char – это тип данных char, а в кавычках указываем название столбца. Все доступные методы можно посмотреть в документации Masonite ORM. Ссылка в описании. Теперь создадим файл миграции для таблицы задач, выполнив команду python craft migration create tasks table с флагом create и параметром tasks. В файле createTasksTablePy в директории databases.slashMigration напишем следующий код. Давай поясню строки 14, 16 и 17. Default – значение по умолчанию. Unsigned – задает столбцу целочисленное представление без знака. Foreign – внешний ключ, название столбца в нашей таблице. References – столбец во внешней таблице, на который будет ссылаться локальный столбец. On – внешняя таблица, на которую будет ссылаться локальный столбец. OnDelete – поведение при удалении записи из внешней таблицы, в нашем случае каскадное удаление. Для применения миграций, то есть создания таблиц в базе данных, выполните команду python craft migrate. В директории с проектом должен появиться файл masonite SQLite 3. По умолчанию, Masonite настроен на использование SQLite. Модели в Masonite немного отличаются от других фреймворков Python. Masonite использует ActiveRecord ORM. Модели и миграции разделены. Наши модели будут повторять вид наших таблиц, независимо от того, как выглядит таблица. Для создания модели категории, выполним команду python craft model category. Обратите внимание, что мы использовали имя модели в единственном числе. По умолчанию, Masonite ORM проверяет имя класса во множественном числе в нашей базе данных, в данном случае categories, предполагая, что имя таблицы во множественном числе имени модели. Созданный файл модели находится внутри директории app.models. Как говорилось ранее, нам не нужно манипулировать моделью. Модель будет принимать форму таблицы по мере того, как мы будем создавать или изменять миграции. Обратите внимание, имя таблицы, к которой привязана модель, является формой имени модели во множественном числе. Но если вы назвали свою таблицу по-другому, например, task categories вместо categories, мы можем явно указать имя таблицы. В моделях мы можем указать, какие конкретно поля мы хотим предоставить для изменения. Таким образом, мы можем передать имена столбцов в методы create и update. Добавим атрибут fillable в класс модели category. Теперь создадим модель task, выполнив команду python-craft-model-task. Созданная модель находится также в директории models. В атрибуте fillable перечисляем название столбцов. Помните, мы создали внешний ключ в нашей миграции для связи задач и категорий. Мы можем описать эту связь в нашей модели следующим образом. Из-за того, как Masonite создает модели, некоторые модели могут ссылаться друг на друга. Поэтому обычно лучше выполнять импорт внутри метода, чтобы предотвратить любые возможности циклического импорта. В декораторе belongs to первым аргументом всегда является имя столбца в таблице текущей модели, а вторым аргументом связанное поле в другой таблице. Более подробно о связях таблиц можно прочитать в документации Masonite ORM или спросить в нашей группе Telegram. В следующем видео мы начнём писать логику проекта. Подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...